Волкс Уолл Стрит Книги долет старше 18 лет А вы никогда не задумывались, на что была бы похожа ваша жизнь, если бы вы вдруг стали руководителем крутейшей корпорации, огромной, которая каждый день приносит вам доход в миллионы долларов? Автор этой книги биржевой брокер-махинатор, знаменитый делец с Уолл Стрит, основатель одной из самых популярных прачечных в 20 веке Каждая страница его книги буквально дышит шиком 90-х Самые длинные яхты, самые крутые тачки, самые красивые женщины И эта книга совсем не о жизни богатых до одырей людей Хотя упоминаний до самой шикарной, роскошной жизни в этой книге точно хватает Эта книга даже не о том, как легко все потерять в один миг Эта книга не о деньгах, а о славе или власти Эта книга о человеке с его слабостями и о том, что все равны перед искушениями Нам продемонстрируют заглы богатея, расскажут о том, как потратить миллион, как скрыть свои миллионы, ну и вообще посетовать на жизнь Богатство здесь та же зависимость И хоть главный герой всем своим видом как бы показывает и говорит, что это ему не очень-то и нужно Хотя на самом деле прекрасно понимает и показывает поступками, что без его богатств жизнь будет совсем не такой, к которой он привык И пусть вас не пугает то, как он относится к деньгам и всем предметам роскоши Его больше пленяют возможности и двери, которые эти деньги открывают Эти ощущения, которые дарят деньги, когда их зарабатываешь Бодро, дерзко, увлекательно с таким слоганом и кино не нужно Книга автобиографична И даже если половина из этого окажется чистой выдумкой, все равно история очень захватывающая Волкс Уолл-стрит это безумная история И стоит открыть ее и прочитать первые 5-10 страниц Если они вам понравятся, то и вся книга увлечет надолго С вами была Главицкая, до новых книг Конечно, проблема пробок еще не настолько актуальна в нашем небольшом городе Но когда-нибудь прогресс с этими негативными факторами, как пробки, дойдет и до нас А значит, пора обращать внимание на летающие гаджеты, как сделал это прямо сейчас Дима Страстенко Летающая ступа, правда, без бабы-яги, летающий пончик или даже целая ванна Это не сюжеты и сказок, а вполне высокие технологии Как сказал бы папа дядя Федора, вот до чего техника дошла Так до чего она дошла? Давайте посмотрим Французскому изобретателю не хватило обычного сигвея И он решил поднять его в воздух и парить там маки-птица Отличительной особенностью устройства являются две рукоятки, за которые может держаться пилот А вот ноги не обязательно пристегивать к платформе Человек должен просто встать на нее и взяться за рукояти Получается, что ты управляешь неким подобием сигвея в трехмерном пространстве, а не в одной плоскости Баба-яга просто обзавидуется Создатели заверяют, что гаджет может подниматься в воздух на расстоянии до 3 километров И развивать скорость до 150 километров в час Максимальное время полета составляет 10 минут, так что не поднимайтесь слишком высоко А вот в эмалированной ванне, спорим, вы еще не летали Немецкие энтузиасты, братья-близнецы задумались о продвижении более удобного транспортного средства Туда и покупки положить можно, и ноги поберечь в конце рабочего дня Или просто слетать в булочную за свежей выпечкой Кстати, изобретатели даже получили разрешение местных властей на испытательные полеты Единственное ограничение не выше 30 метров над землей Управляется аппарат дистанционно, как и обычные беспилотники А поднимает диковинный транспорт воздух, прикрепленный по бокам 6 винтов Аналогичные тем, что устанавливаются на квадрокоптеры, только помощнее И это понятно, все-таки ванна, да еще с пилотом внутри Французы были, немцы тоже, следующие на очереди канадцы Те создали весьма оригинальный дрон Устройство компактное и может успешно конкурировать с обычными квадрокоптерами А внешний аппарат очень похож на такой себе технологический пончик Тем более, что и размеры аналогичные В округлый корпус беспилотника поместили пару пропеллеров, защитив их решеткой из пластика Внутри встроена батарея Она гарантирует 12-15 минут полета в автономном режиме Кроме того, устройство оборудовали встроенной камерой, способной делать видеозаписи в формате HD Управлять полетом можно при помощи специального приложения В будущем авторы планируют оснастить дрон системами, позволяющими ему уклоняться от столкновений с препятствиями А также ориентироваться в пределах помещений А следующий герой — гроза всех рабочих 3D-принтер под названием «Летающий слон» выглядит как стандартный беспилотный аппарат, снабженный шестью двигателями Но вот в центре нижней части установлен экструдер, подающий материал для 3D-печати Например, пластик, бетон и другие компоненты Разработчики надеются, что симбиоз летающего объекта и принтера найдет применение в строительстве сложных конструкций Особенно полезны летающие слоны будут при создании небольших элементов здания, которые не под силу возвести промышленному принтеру К тому же гаджет может работать в труднодоступных местах Привет, моя подруга может достать языком до локтя Видели, да? И пусть ощущение полета останется с вами надолго Парите, но не забирайтесь слишком высоко Пока-пока Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных, красивых или просто любопытных фото и видео, которые наши земляки запостили в социальную сеть Instagram на минувшей неделе И начнем с главного весеннего праздника 8 марта лента была завалена тюльпанами Девушки хвалились букетами и подарками от любимых и для любимых Следующее событие, которое породило сотни постов в Instagram и тысячи комментариев пользователей в социальных сетях, касается приезда в Оренбургскую область одной звезды В областном центре с концертом выступила известная телеведучая, а с некоторых пор еще и певица Ольга Бузова Посмотреть на звезду пришли 2700 зрителей В социальной сети Instagram появилось множество постов о прошедшем шоу Надо сказать, что абсолютное большинство тех, кто был на концерте, остались в восхищении от увиденного и услышанного Вот, например, лишь один из восторженных комментариев от поклонницы Я чуть не расплакалась, когда увидела тебя Я поняла, что я самый счастливый человек на планете Написала девушка в своем Instagram Сама Ольга тоже посвятила пост концерту в Оренбурге На своей странице она прокомментировала Мое сердце принадлежит вам, Оренбург, спасибо, вы лучшие Конечно, надо сказать, что нашлись и те, кто совершенно не понимает творчества Бузовой И осуждающий относится к подобным концертам Поэтому в комментариях разразилась настоящая война между поклонниками и противниками звезды В любом случае ее приезд наделал много шума в интернет-простанстве В следующей части обзора, которую назвали извне, мы рассказываем о самых популярных видеороликах Которые заслужили внимание тысяч пользователей всего мира Сюжет из сочинских новостей о спасении енота облетел все социальные сети Животное каким-то чудесным образом оказалось на самом верху фонарного столба Сначала его пытались приманить в люльку подъемника едой Но енот стал кусаться и отодвинулся подальше от спасателей Итогом стал прыжок животного вниз Но, к счастью, волонтеры успели растянуть тент Так что зверек не пострадал А исповедь этого мужчины в полицейском участке Пользователи социальных сетей уже назвали лучшим актерским монологом года Житель Москвы был задержан в метро за хулиганство Я больше никогда не обижу никого Вас, сотрудников полиции, буду уважать Буду говорить только теплые и добрые слова О вашей службе нелегкой Я все понял Я думал, что туда непродажные сволочи и свиньи работают А здесь столько порядочных ребят Которые честно несут свой крест Защищая нас от преступности Ребята Отпустите меня Меня Лена ждет Я побегу к ней На этом все, друзья Не забывайте отмечать интересные фото и видео Хэштегом Orscrew обзор Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику На сайт и на ТВ Удачных вам снимков Пока Виталий такой дикий Прям зверь Прям сейчас про фильм, про себя Виталий расскажет в своей рубрике Что посмотреть Дикий Всем привет Сегодня говорим о картине Дикий 2017 года выпуска Главную роль в этом фильме исполнил Джейсон Момоа Хорошо известный поклонником сериала «Игра престолов» И фильма о супергероях Супермен против Бэтмена На «Лига справедливости» и прочее Перед тем, как заполучить свой собственный сольник Который так и будет называться «Аквамен» Выйдет он, кстати, в 2019 году Джейсону Момоа надо набирать форму И он активно снимается в очень приличных картинах Речь о которой пойдет и сегодня Фильм от режиссера Лина Одинга Рассказывает о рабочем с лесопилки Джо Брейвине Который живет с семьей в горах на границе США и Канады Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев Которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком Ради семьи готовым на все Одинг не стал экспериментировать с сюжетом Поэтому он получился линейным, как в компьютерной игре Брейвен в борьбе за безопасность семьи Планомерно выводит из строя бандитов, оставляя главаря на сладкое К сожалению, к минусам сюжетной линии можно отнести Полное отсутствие характеристики главного героя У него нет истории, нет прошлого А только настоящее, то, что происходит прямо сейчас Ну а несомненный плюс картины Отличные виды зимней Канады Горы, заснеженные леса и прозрачный воздух Итак, Джейсон Мома, картина «Дикий» 2017 года выпуска Приятного просмотра Ну, па! Нет, нет, нет! Попалась? Люблю тебя И я тебя Гаси свет Это последняя партия Чёрт, Джо, у меня перерыв Перерыв? Скоро метель, езжай осторожно Как всегда Привет, дедушка Эй, иди сюда Надо бы закрыть на зиму хижину в лесу Твой отец впервые попросил меня о помощи А у тебя что, больше нет никого? Кому ты доверяешь? Я не хочу никого впутывать Просто заберу деньги Держись! А, чёрт! А! Неподалёку хижина моего босса Ещё пара миль Спрячем всё там Что? Небольшая проблема Где это? Что это такое? Не знаю Я еду Будет больно Что-то не так Это Джо Брейвен с Инегары Кто-нибудь слышит? Ты его знаешь? Какой он? Берите оружие Убить всех Рейвен Дикий Непременно вступай в нашу группу Хитарянка Вконтакте И будь с нами ещё ближе Спасибо, что были со мной все эти 15 минут С вами была я, Ангелина Хитарянка Увидимся на следующей неделе Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok